Просветители Европы Называли Станислава Августа Понятовского В череде тех крупнейших государственных деятелей 18 века Которые в той или иной степени стремились создать идеальное государство Республику философов Годы правления Станислава Августа вошли в историю речи Посполитой и Великого княжества Литовского Как Станиславовские времена Благодаря его исключительным личным заслугам в развитии культуры, искусства и литературы С его именем связано многое из того, что в том числе и на наших землях появилось впервые Первая в духе идей просвещения целостная программа государственной, политической, хозяйственной, экономической и культурной реформ Первый общедоступный национальный театр Первое государственное светское учебное заведение, рыцарская школа Первое в Европе Министерство народного образования Последний польский король был и одним из основных авторов первой в Европе Конституции 3 мая 1791 года Которая снискала общеевропейскую известность и вызвала восторг просветителей разных стран Но в отличие от своих современников, российской императрицы Екатерины II или прусского императора Фридриха II Станислав Август не был монархом по крови и духу По крови и духу он был интеллектуалом эпохи просвещения, выбранным на трон волею судеб и стечением обстоятельств Шла зима 1732 года 17 января в Волчине, Брест-Литовского воеводства В семье подскарбия великого княжества литовского Станислава Понятовского Появился очередной шестой ребенок Сына назвали Станиславом Антонием Будущий монарх был крещен в старом деревянном Волчинском костеле Храм не сохранился до наших дней Сегодня на том самом месте стоит каменный костел Святой Троицы Именно здесь, по воле судьбы, через 140 лет после кончины будут захоронены останки последнего польского короля Сохранились документы книга-метрик костела Волчинского от 1653 года В которой за номером 191 была сделана запись Лето Божьего 1732 в январе, дня 17-го Светлейший, достойнейший пан Станислав, граф Понятовский Получил от законной своей жены Констанции, сына Станислава Антония В десять часов перед обедом рождения Своё происхождение понятовские выражали весьма лаконично Мы считаем себя родовитыми литвинами Мы родились и приняли святое крещение в Волчине возле Преста Родители верили в знак судьбы Поэтому для новорожденного были сразу же составлены несколько гороскопов Их делали три прорицателя Старый итальянец, давно проживающий в Волчине в качестве мага и хирурга Местный раввин, обладающий сверхъестественными способностями И незнакомец из Швеции, прибывший в Волчин в день рождения мальчика Все они в один голос твердили Звёзды предрекают новорождённому славу и королевскую власть Когда он только родился, было ясно, что он будет королём Будущий король появился за год до смерти Августа II В ходе последовавших затем потрясений борьбы за трон Мальчик был похищен прямо из колыбели и увезён, как заложник, в Каменец-Подольский Киевским воеводой Иосифом Потоцким Потоцкий рассчитывал, что ребёнок будет гарантией лояльности его отца Станислава Понятовского При выборе нового короля Станислава Лещинского На протяжении всей жизни Потоцкие будут лютыми врагами Понятовских Эта ненависть заденет не одно поколение Через полгода ребёнка вернули Королём был провозглашён Август III Семья Понятовских служила образцом для всей страны Первоначальное образование Станислав Антоний После коронации он возьмёт себе имя Станислав Август Получил дома Его мать Констанция из рода Черторыйских Имела великолепное образование Организовала в Волчине школу и сама там преподавала Школу посещали дети и из соседних имений Среди них был и Антоний Тезенгаус Будущий сподвижник, реформатор короля Шёл 1748 год 86-тысячный корпус русских войск Под командованием князя Репнина Шёл через Польшу на помощь Австрии Отец Станислава Августа хотел, чтобы его сын Принял участие в этом походе Но его ещё не успели снарядить Как были подписаны предварительные условия Ахенского мира, окончившего войну за австрийское наследство Тем не менее, Понятовский по желанию отца Всё-таки отправился в главную штаб-квартиру Фельдмаршала Левендаля в Маастрих Отпуская сына в заграничное путешествие Родители взяли с него честное слово в том, что он не будет играть в азартные игры Не будет пить вина и крепких напитков вообще И не вступит в брак до 30-летнего возраста С точки зрения военной, заграничное путешествие не принесло Станиславу Августу никакой пользы Так как войска в то время, как он доехал, были уже распущены Но он с большим увлечением и интересом осмотрел художественные сокровищницы Фландрии Безусловно, полотна великих мастеров произвели огромное впечатление на юношу Когда его изберут монархом, будет создана целая галерея произведений искусства Которая станет настоящей сокровищницей нации По возвращении в Варшаву в октябре 1748 года Будущий король был послан к своему дяде, литовскому вице-канцлеру, князю Михаилу Чарторыйскому Человек высокообразованный, энергичный, пользовавшийся большим влиянием Чарторыйский Был в то время одним из самых влиятельных политических деятелей Он вел обширную переписку с видными особами Которые собирались часто в его доме и беседовали о современном состоянии государства Отец Станислава считал пребывание в доме Чарторыйского для своего сына наилучшей школой Где он мог приобрести полезное познание, ознакомиться с положением страны, с надеждами и чаяниями народа И приучиться к письменным делам В 1750 году Понятовский приезжает в Берлин, где знакомится с королевским двором Когда я приехал в Берлин, короля не было в столице, он вернулся только три недели спустя Я видел его два раза, и он оба раза говорил со мной Фридрих II производил впечатление человека, который стесняется в обществе Считает долгом сказать что-либо умнее других и боится, что это ему не удастся Он смотрит угрюмо, блуждающим взглядом В нем нет уверенности в себе Он одет грязно, и в его осанке нет благородства То же мнение о его наружности высказывали многие другие Я видел в Сансусе комнату, где он обыкновенно живет и работает В ней царствовал величайший беспорядок Книги, бумаги валялись где попало Везде валялись бумажки с написанными его рукою стихами Даже мебель была нагромождена кое-как Прислужницы, которые показывают публике королевские дворцы и называются костеляншами Говорили мне, что им строжайше приказано ничего не перекладывать с места на место Когда король выходит из комнаты Я видел, например, в Шарлоттенбурге под диваном мраморный бюст Юлии Цезаря И меня уверяли, что его не тронут В королевской спальне в Сансусе я видел две совершенно одинокие кровати, стоявшие рядом В Берлине злословили по поводу этих кроватей Но костелянша уверяла, что король переходит с одной кровати на другую Когда его постель слишком нагретая По возвращении в Варшаву Станислав Август, которому минуло 20 лет Был избран депутатом в Сейм Который должен был в этот раз состояться здесь, в Гродно Быть избранным в депутаты было делом нелегким Мало было иметь друзей в каком-либо избирательном округе Необходимо было добиться того, чтобы против кандидата не было подано ни одного голоса А для этого приходилось скрывать, где ставишь свою кандидатуру, чтобы личный враг или соперник не навредил Быть депутатом было не особенно интересно Ибо все знали наперед, что всякий Сейм будет сорван Что король Сеймами не интересовался Так же, как и большинство министров Между тем, чтобы добиться жалкого звания депутата Приходилось каждые два года ухаживать за сотню лиц Которые по своему происхождению имели неоспоримое право именоваться шляхтичами и землевладельцами-избирателями Хотя половина их была безграмотна И большинство в то время или прежде находилось в услужении у тех же вельмож Которые добивались теперь, чтобы эти шляхтичи подали голос за них или за их сыновей На шумных собраниях, именуемых Сеймиками Приходилось с утра до вечера молоть вздор Восторгаться болтовней шляхтичей Делать вид, что восхищаешься их остротами И обнимать и лобзать их грязные, вшивые персоны Ввиду отдыха приходилось десять раз в день совещаться с влиятельными горожанами Или, лучше сказать, выслушивать подробности их семейных дрязг Обсуждать с ними вопрос о том, кому из благородных избирателей сколько заплатить Приходилось завтракать, обедать, закусывать, ужинать с ними за грязными, плохо сервированными столами Со Станиславом Понятовским приехал в Гродно сэр Уильямс Английский посланник при прусском дворе С которым он познакомился в Берлине И, несмотря на разницу лет и положения, подружился В Гродно они поселились в одном доме И посланник взял с Понятовского слово, что если он поедет когда-либо в Россию То Станислав Август будет сопровождать его В 1755 году Понятовский получил от Уильямса письмо с извещением, что он назначается посланником при русском дворе И напоминает о данном ему слове Родители Станислава ухватились за случай послать сына в страну, с которой они давно считали нужным познакомить его В июне 1755 года Понятовский приехал в Петербург и остановился в доме посланника Уильямс сыграл огромную роль в судьбе Станислава Понятовского Он был в Петербурге его поверенным, его советником и пособником в сближении Понятовского с великой княгиней Екатериной Алексеевной Будущей императрицей Екатерины Великой Которая была в ту пору в самом расцвете молодости и красоты Ей было 25 лет Стеснение, в каком она жила со временем своего замужества Отсутствие подходящего ей общества заставило ее увлечься чтением Она обладала большими познаниями, была ласкова, приветлива, умела понять слабую сторону каждого Она уже в то время пролагала себе путь к престолу Такова была моя возлюбленная, ставшая властительницей моей судьбы Я готов был посвятить ей всю жизнь Говорю это гораздо более искренно, нежели это говорится обыкновенно в таких случаях По странной случайности, несмотря на свои 22 года, я принес ей в дар свою невинность Этот роман с будущей императрицей России, Великой Екатерины, станет для Понятовского роковым Если Екатерина жаждала власти и короны, то Станислав Август был абсолютно равнодушен ко всему этому Когда их отношения были на пике, родители Понятовского отозвали его на родину, чтобы сын стал депутатом в сейме Великая княгиня пересилила себя и согласилась на это Но с затаенной мыслью устроить дело так, чтобы Станислав Август вернулся в Петербург И занял там более определенное положение Которое дало бы ему возможность бывать в кругу лиц, составлявших ее общество Понятовский недолго пробыл вдали от Петербурга Приехав к родителям в конце августа 1756 года, он 13 декабря уже отправился обратно ко двору Елизаветы Петровны На этот раз в качестве чрезвычайного посла Почти за 10 лет до того, как Станислав Август станет королем, произойдет еще один символический случай В свой второй визит в Россию в 1756 году в качестве посланника короля Августа III Ему по ошибке вручат Королевский Орден Белого Орла На котором будет написано «За веру подданных и право» Вместо полагающегося «За веру короля и право» Через 10 лет во время его коронации этот знак свыше вспомнят многие Личная жизнь Екатерины складывалась неудачно Ее муж Петр III был инфантилен, поэтому в течение первых лет брака между ними не существовало супружеских отношений После смерти императрицы Елизаветы Петровны в течение шести месяцев правления Петра III Отношения Екатерины с мужем продолжали ухудшаться, став явно враждебными Возникла угроза ее ареста и возможной высылки Екатерина тщательно готовила заговор В ночь на 28 июня 1762 года, когда император находился в Ораниенбауме Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей Убедительно прошу вас не спешить с приездом сюда, потому что ваше присутствие при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня Переворот, который только что совершился в мою пользу, походит на чудо Прямо изумительно то единодушие, с которым это произошло Я завалена делами и не могу сообщить вам подробную реляцию Всю жизнь я буду только стремиться быть вам полезной и уважать и вас, и вашу семью Но теперь здесь все полно опасности, чревато последствиями Я не спала три ночи и ела только два раза за четыре дня Прощайте, будьте здоровы Ровно через месяц Понятовский получает новое письмо 2 августа 1762 года Я незамедлительно направляю послом в Польшу графа Казерлинга с тем, чтобы он сделал вас королем после кончины нынешнего Все умы здесь еще в брожении Прошу вас воздержаться от приезда суда, чтобы брожение это не усиливать Ваше письмо я получила Регулярная переписка встречает тысячи препятствий Мне приходится соблюдать 20 тысяч предосторожностей У меня нет времени писать любовные записки Я крайне стеснена во всем Не могу описать вам этого подробно, но это так Я сделаю все для вас и вашей семьи Будьте твердо в этом уверены Зимой 1763-64 года в Понятовске дважды писал императрица Не делайте меня королем, призовите меня к себе Две причины диктовали мне такие слова Первое – чувство, которое я все еще хранил в своем сердце Второе – убеждение в том, что я сумею больше сделать для моей родины Находясь в качестве частного лица вблизи императрицы, чем будучи королем здесь Но все напрасно Мои мольбы не были услышаны По древней традиции коронация нового монарха Польши должна была проходить в Краковском Вавеле Еще в 1320 году здесь первым короновался Владислав Лакет Эта первая церемония в Вавельском кафедральном соборе закрепила за Краковом положение столичного королевского города Наибольший расцвет город получает во времена правления династии Егелонов в XIV и XV веках В XVI веке в столичном городе наступает бурное развитие ренессансной культуры По велению короля Сигизмунда I и его жены королевы Бонесфорца Здесь трудились выдающиеся архитекторы и скульпторы Результатом их деятельности была перестройка прежнего готического замка в новую резиденцию Сохранившую до сих пор свой ренессансный ом Со смертью Сигизмунда Августа, последнего короля из династии Егелонов Подходит к концу эпоха расцвета и могущества Кракова После заключения унии между Польшей и Литвой в 1569 году Краков, оказавшись на окраине огромной Речи Посполитой Теряет свое прежнее историческое значение Уступая место Варшаве, расположенной в центре государства Однако Краков не утратил до конца свою славу престольного города Вавельскому кафедральному собору был придан ранг Коронационного собора всех польских королей и их усыпальницы Ведь Вавельский замок по-прежнему оставался в их владении Но Станислав Август Понятовский первым нарушил древнюю традицию коронации в Кракове Коронацию назначили на воскресенье 25 ноября в день Святой Екатерины Многие в этом увидели символ будущей зависимости короля от российской императрицы Однако церемония, которая проходила здесь, в соборе Святого Яна, была очень торжественной Король был облачен в коронационный испанский наряд И во время шествия пешком от собора к замку держал символы власти, скипетр и державу Слышны были залпы орудий и возгласы толпы, которая приветствовала нового короля Станислава Августа Понятовского Таким образом, Станислав Антоний принял имя Станислав Август С этого момента на всех документах он будет представлен как Станислав Август с Божьего позволения и воли народа Король Польский, Великий Князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жмутский, Киевский, Волынский, Подольский, Подляский, Смоленский, Сиверский, Черниговский Станислав Август Понятовский был просвещенным человеком Имел великолепное образование Чувствовал себя своим в Париже, Лондоне и при Петербургском дворе В Польше, безусловно, родной для него была Варшава А Краков ассоциировался с местом старых королевских традиций в самом плохом значении этого слова Он недооценивал местный университет, боялся чрезмерной концентрации костелов и духовенства Поэтому Станислав Август первым из польских монархов решил короноваться не в Кракове, а в Варшаве Это было нарушением древних традиций, по которым каждый новый монарх был должен короноваться в Краковском Вавеле и там же должен быть погребен Но Станислав Август собрал подписи 12 архитекторов, по мнению которых замок на Вавеле находится в столь плачевном состоянии, что проводить коронацию в нем не следовало бы Также было собрано мнение 12 королевских лекарей, которые утверждали, что будущий монарх не может брить голову А раз не может брить голову, не может носить усов, а значит и не может носить польского коронационного наряда В результате Станислав Август короновался в Варшаве в Испанском Варьете Жизнь королевского двора, не только польского короля, но и всех монархов регулируется с давних времен особыми правилами, которые называются церемониалом Там точно и подробно описаны правила, в том числе и правила проведения королевской коронации Торжества начинались за день перед официальной коронацией в соборе Тогда монарх шел пешком или ехал верхом на лошади к собору святого Яна в Варшаве Тогда же разбрасывали так называемые коронационные жетоны Королевский казначей разбрасывал золотые монеты во время первого шествия короля На второй день торжества начинались здесь, в замке, в королевской спальне Где бискуп призвал короля к новой жизни и сопровождал его через королевские залы к парадному выходу Дорога из замка в собор представляла собой невысокий помост, покрытый красной тканью, по которому и должен был шествовать монарх В соборе проходила главная часть коронации А вечером в замке проходил прием, одно из самых заметных событий светской жизни того времени В третий день на Варшавском рынке на площади проходило посвящение в рыцаре Король восседал на троне и раздавал рыцарские титулы приближенным особам Станислав Август Понятовский понимал, что ему в наследство досталось государство без денег, без армии Но он рьяно взялся за дело В королевстве даже шутили Если бы это было в его силах, он реформировал за один день все государство Первым делом он заложил рыцарскую школу Будущую кузницу патриотично настроенных офицерских и государственных служащих Основал подготовку дипломатов Ему удалось даже на время объединить многочисленных врагов Но он забыл, что на престол его возвела Екатерина А значит, наиболее важное государственное решение будет принимать она Чтобы усилить влияние России, Сейм был вынужден 24 февраля 1768 года предоставить диссидентам А так в Речи Посполитой в XVIII веке называли православных Равные права с католическим населением Это сразу же вызвало бешенную реакцию шляхты Привыкшей видеть в православных украинцах и белорусах бесправное быдло Уже 29 февраля в городе Бар была созвана так называемая Барская конфедерация Которая объявила короля Станислава Августа Понятовского незложенным Мятежников активно поддерживали Франция и Австрия В свою очередь Понятовский обратился за помощью к России Посланные Екатериной Второй войска нанесли ряд чувствительных поражений конфедератам Но это не спасло короля от покушения 3 ноября 1771 года около 9 часов вечера королевская карета сворачивает здесь С улицы Медовой в сторону замка Станислав Август Понятовский возвращается со встречи с больным Михаилом Черторыйским Внезапно с разных сторон около 40 вооруженных садников окружают карету Малочисленная королевская свита ничего не может предпринять Монарха просят выйти, затем хватают, садят на коня и исчезают за стенами только что возведенных укреплений На Станислава Августа совершено покушение Прямо здесь, у ворот королевского замка Был убит его охранник и тяжело ранен один придворный из свиты короля Конфедераты находились в шаге от убийства монарха Только чудом в этой перестрелке пуля не задела короля Чудо спасло Станислава Августа, когда сабля несмертельно ранила его голову И чудо спасло, когда лошадь два раза перевернулась под монархом, сломав при этом ногу, но король остался невредим Его величество привезли на старую мельницу недалеко от Варшавы А в королевском замке в это время началась паника Паника была и у представителей российской императрицы Которые не ожидали такого поворота Но в пять утра монарха освободили Позже этот знак свыше Станислав Август расценит не иначе, как божескую опеку Это было очень большим потрясением не только для короля, но и для всей страны Потому что король был так называемым Божьим помазанием Покушение на короля было самым тяжким преступлением Потому что это было покушение на человека, освященного во время коронации Это было трактовано как нарушение порядка Божьего Позже Станислав Август посвятил оформление Большого зала здесь, в Королевском замке Теме порядка в стране И король награждал орденами в первую очередь тех особ, кто поддерживал порядок в государстве Станислав Август под впечатлением покушения этих всех событий Он создал целую тему в Большом зале, которая на Большом плафоне запечатлела развитие хаоса и упорядочения мира Там же на плафоне размещены два польских ордена Один Белого Орла, а второй Святого Станислава Именно в этом зале Станислав Август после решил проводить церемонии награждения Это была гражданская война в Речи Посполитой Было очень сильное противостояние тем реформам, которые хотел осуществить Станислав Август И это противостояние с конца 1760-х годов вылилось в покушение на короля Король окружает себя влиятельными политиками, преданными сторонниками укрепления королевской власти Станислав Август особое внимание уделяет искусству В его окружении постоянно присутствуют знаменитые литераторы, живописцы, скульпторы Это не случайно Монарх уверен, только через идеи просвещения, через смену ментальности общества Появится новый человек, настоящий патриот своего народа В этом они находят общий язык с Вольтером Их переписка длится не один год Станислав Август с головой погружается в архитектурные проекты Перестраивает королевский замок в Варшаве, который был в плохом состоянии Королевская резиденция с помощью приглашенных западных архитекторов Якуба Фонтаны и Доминика Мерлини Становится оживленным центром политической и культурной жизни страны Замок королевский в Варшаве был официальной резиденцией королевской Здесь принимали важнейшие государственные делегации Здесь проходили важнейшие политические события, начиная с коронации Которая, как мы знаем, длилась три дня И проходила здесь и в костеле рядом с замком Здесь Станислав Август принимал все главные делегации трибунала и сейма Здесь проходили важные королевские торжества В том числе и по поводу выборов в сейм Сейм в XVIII веке работал иначе Было всего две сессии И сессии открывали великим торжеством и приемом в королевских апартаментах Здесь проходили воскресные аудиенции Их проводили обычно в тронном зале В большом зале по воскресеньям проходили так званые дворцовые вечеринки Если лазенки были любимым местом пребывания короля То королевский замок был местом государственной службы монарха Самым представительным в замке был второй этаж Здесь располагались большие апартаменты государственного характера И личные королевские покои Здесь же были устроены и залы сейма В частной жизни короля служили в основном шесть помещений Опочивальня, прихожая перед гардеробной, гардеробная, кабинет, зеленая комната и желтая комната Здесь была сосредоточена повседневная жизнь двора Тут король давал неформальные аудиенции И прежде всего работал и отдыхал Устраивал обеды и ужины в узком кругу Обычно такие обеды готовил любимый королевский повар Павел Тремо Который позже будет обвинен в отравлении короля Но тот же будет оправдан Так вот, обычно на королевский стол подавали Борщ с ушками, копчености, маринады, колбаски, паштетики Любимую королем баранью печень и на крайний случай птицу иногда рыбу Хотя к столу всегда подавали лучшие вина Король всегда пил только воду Особенно уютным был интерьер в опочивальне Характер комнаты определяли Элегантная панель из тисового дерева Тонкий рисунок декоративной обивоченной ткани И выдержанные в теплых тонах Картины придворного художника Марчелло Бачарелли В центре опочивальни было установлено ложе короля Позже, когда король будет вынужден покинуть Варшаву По приказу императрицы Екатерины II В Гродно он перевезет с собой и это ложе С королевскими апартаментами тесно связана малая капелла В ее нефе выставлены королевские регалии Станислава Августа Меч, цепь ордена Белого Орла и скипетр Меч, выкованный коронацией короля в 1764 году Служил для церемонии посвящения в кавалеры Золотого Стремени А позднее в кавалеры Ордена Святого Станислава Мраморная палата служила второй прихожей в государственных апартаментах И здесь во время аудиенции находились высокопоставленные придворные Палата была создана еще при короле Владиславе IV Как место памяти династии Егелонов Станислав Август перестроил и расширил ее Здесь появилось 22 портрета монархов, восседавших на польском троне Рыцарский зал был создан по концепции самого короля Станислав Август желал, чтобы в замке был зал, носящий характер национального пантеона Тем самым он хотел воздать честь личностям, особо заслуженным перед Отечеством А также напомнить важнейшие моменты в истории Польши Станислав Август хотел зримо передать ту истину, что мудрость народа Глубокая вера и соблюдение принципов справедливости Это заслуга как монархов, так и деятелей государства Священнослужителей, людей науки и искусства Тронный зал импонирует богатством материалов и выдающимися произведениями искусства Величие трона, блеск золота, переливы насыщенно красного бархата Издавна символизируют атрибуты королевской власти и принципы правления монарха Однако любимым местом короля в Варшаве были лозенки Здесь Станислав Август возводит роскошную загородную резиденцию В второй половине 18 века пришла мода, особенно в Варшаве, на строительство загородных резиденций И такой резиденцией была в 17 веке купальня, по-польски лозенка, маршалка Любомирского Это был небольшой павильон на острове, окруженном водой Через сто лет Станислав Август выбрал именно это место, чтобы возвести здесь дворец На основаниях старой купальни король и построил свою королевскую виллу Это было его частное владение под Варшавой Таких владений было много в то время, но это считалось самой прекрасной благодаря безупречному вкусу короля К тому же он был не только большим меценатом искусства, но и сам был художником До наших дней дошли его проекты, рисунки, документы, по которых можно судить о неравнодушном отношении монарха к проблемам искусства И то, что сегодня мы видим в королевских лозенках, это реализовано благодаря его воле, его фантазии Он окружил себя художниками из различных областей, архитектуры, скульптуры, живописи И был при этом главным руководителем, дирижером этого огромного оркестра, который играет его произведения Здесь собирается богатейшая коллекция предметов искусства Король приезжал сюда в начале мая и проводил здесь свое время до середины сентября Естественно, с королем пребывала вся свита Только королевская кухня обязана была обслуживать 400 особ Но король не был тем человеком, который приехал сюда отдыхать Это был очень трудолюбивый человек Даже свой кабинет он спланировал рядом со спальней И с утра еще в халате вставал и сразу принимался за государственные дела Здесь проходил прием многочисленных гостей А вечером обычно театральные спектакли, отдых, прогулки на лодках по каналам Особое внимание король уделял театру, балету и опере Еще в 1765 году был основан Первый народный театр Король продвигал новые веяния не только в архитектуре, скульптуре, живописи Но и в литературе, театре Вот почему здесь в то время было три театра В том числе и в Королевском замке в Варшаве Он создал вокруг себя артистическое сообщество Он любил поэзию, собрал большую библиотеку, в которой было 16 тысяч томов По четвергам король специально проводил встречи с писателями, художниками, философами Это были знаменитые обеды по четвергам у короля в Лозенках С ними он обсуждал наиболее важные проблемы культуры, образования Именно при короле было создано первое в мире министерство образования Эти идеи зарождались и здесь, в среде лучших представителей эпохи просвещения Эпоха Станислава Августа Понятовского была слишком коротка Так, чтобы предпринятые реформы успели принести конкретные результаты в масштабе всей страны Однако повышение уровня грамотности и образованности городского населения Стало очевидно еще до конца XVIII века Первые годы правления Станислав Август начал преобразование в казначействе и чеканке денег В армии он вводит новые виды оружия Лично закладывает производство модернизированных пушек В этот период стремительными темпами начинают появляться многочисленные мануфактуры по всему государству Королевская власть предпринимала попытки создать сеть своих собственных мануфактур Особенно знамениты были мануфактуры Тизенгауза в литовских королевщинах Антоний Тизенгауз получает карт-бланш по реформированию хозяйства на белорусских землях Гродно, благодаря его стараниям, приобретает черты европейского города Здесь, по традиции, продолжает проводить заседания Сейма То, что город Гродно был выбранным местом проведения Сеймов Это и подштурхнуло Тизенгауза, как будавать тут мануфактуры Как развивать город Как город, правда, стал отправлять месту, где проводятся Сеймы Речи Посполитой Потому что до реформы Тизенгауза в городе город был дравлянный Стояло только несколько каменных палацев магнатских Ну, каменные палацы так же были королевские, вот старый и новый замок Костелы, несколько костелов каменных Остальное все было дравлянное И когда отбывались Сеймы Речи Посполитой еще там за августа 2-го, 3-го То тут завчоды, вот, калі з'яжджалі ще паслы, они ж завчоды ехалі з велікімі світамі, асабліва магнатэлі Там, за одним магнатом ехала 50 человек, тут завчоды не було місцэнай Тому, вот, это разведчо города, будавніство яго в бок гарадніцы Это и было звязано з тым, што Тизенгауз хацеў зняць Гродно на, справды, такую, ну, ранг, калі не другой, то 3-й столицы Речи Посполитой И, как это был соправданно культурный европейский город Проводимые реформы закрепила принятая 3 мая 1791 года Конституция Несмотря на ограниченный характер новой Конституции, она являлась значительным шагом вперед в законодательстве Речи Посполитой Во-первых, Конституция установила единые органы государственной власти и управления для всей территории страны Во-вторых, в основу Конституции был положен принцип разделения властей – законодательное, исполнительное и судебное А также были провозглашены так называемые гражданские свободы По существу подтверждавшие привилегированное положение магнатов, шляхты и духовенства И предусматривавшие некоторые льготы для зажиточной части мещанства Конституция 3 мая 1791 года стала первым в Европе и вторым в мире конституционным законом после Конституции США Конституция ставила перед собой задачу обуздать шляхетскую анархию и создать в Польше прочный государственный порядок Который бы дал силу пришедшему в упадок государству И охранял бы его от притязаний со стороны сильных соседей Пруссии, России и Австрии Для этих государств, равно как и для той части шляхетской партии, которая умела использовать выгоды из анархии государства Новая конституция была невыгодна 17 июня 1793 года шляхетство было созвано на Сейм в Гродно, где под давлением России состоялось немое признание второго раздела Польши Уязвленное самолюбие шляхтичей не могло смириться с национальным унижением и в 1794 году страну охватило восстание под предводительством Тадеуша Костюшка После подавления восстания Станислава Августа заставили покинуть Королевский замок По приказу Екатерины II, несмотря на плохую погоду зимой, под конвоем 120 российских драгунок он выехал из Варшавы сюда, в Гродно Здесь его ждал российский наместник Николай Репнин, под опекой и надзором которого последний польский король и проведет более года 1 января 1795 года, ровно в 12 часов дня, карета с монархом прибыла сюда, во двор Королевского замка Находящийся здесь караул отдал честь с музыкой и барабанным боем 25 ноября 1795 года, в день святой Екатерины и в 31 год своего вошествия на престол Станислав Август Понятовский отрекся от королевской власти в Гродненском замке Это уже была лишь формальность. За месяц до этого, 24 октября, Россия, Австрия и Пруссия закончили третий раздел Речи Посполитой Польское государство перестало существовать Смерть Екатерины II в 1796 году позволила Станиславу Августу выбраться из Гродненского заточения Павел I, который ненавидел свою мать, пригласил отставного монарха в Петербург Это было новое заточение, но это была уже золотая клетка 15 февраля 1797 года он навсегда покинул Гродненский замок 10 марта обоз из 40 саней прибыл в Петербург В мраморном дворце монарха ждал Павел I со всем двором Его встречали как настоящего короля Здесь ему были отведены апартаменты Но из окон монарх мог наблюдать только один вид Петропавловскую крепость, главную тюрьму России Живя в Петербурге, здесь в мраморном дворце, вдали от государственных работ Располагая своим временем как частный человек Станислав Август Понятовский начал вести дневник В котором он детально отмечал все сделанное и виденное им за день Князь Адам Черторыйский, проводивший зиму 1798 года в Петербурге Видел его не раз утром, когда он, нечесанный, в халате, писал свои мемуары Станислав Август Понятовский умер в мраморном дворце 12 февраля 1798 года в 8 утра Почувствовал себя плохо после выпитого бульона, приготовленного его поваром Павлом Тремо Которого обвинили в отравлении короля, но сразу же оправдали Все колокола Санкт-Петербурга в этот же день известили о смерти последнего польского монарха Церемония похорон с королевскими почестями началась 5 марта в мраморном дворце Сам Павел I в большом зале возложил на голову покойного корону и окропил освященной водой Тело короля было облачено в мундир народной гвардии и плащ из горностая с вышитыми польскими орлами Отдельно, в небольших урнах, покоилось сердце и внутренние органы На травмную процессию, которая двигалась от дворца к костелу святой Екатерины Пришел посмотреть весь Петербург 18 тысяч солдат обеспечивали порядок с обеих сторон Невского проспекта В костеле состоялось отпевание короля, после чего королевский гроб поместили в крипту Казалось, навсегда последний польский монарх нашел вечный покой Но история на этом не закончилась Спустя 140 лет в ночь с 14 на 15 июля 1938 года Прах короля был доставлен в Волчину, в родное имение Понятовских Без особых почестей гроб поставили в костеле Но и здесь не нашел Станислав Август покоя Костел со временем превратился в руины, крипта была разграблена Останки захоронения части гроба, куски, ткани, шпоры и другие детали Были перевезены в собор Святого Яна в Варшаве, где и было сделано символическое захоронение монарха Установлена белая мраморная плита Но сами останки короля не были перевезены Их просто не нашли По одной из версий, после разрушения костела Один из местных жителей перенес останки монарха на местное кладбище Где их и захоронил Но точку в этой истории еще предстоит поставить Мог ли Станислав Август избежать такого драматичного итога своего 31-летнего правления Возможно, мог, если бы жил в другую эпоху Но на тот момент ситуация вокруг Речи Посполитой, окруженной агрессивными соседями Внутреннее противостояние в самом государстве Сделали бы заложником любого, кто занял бы трон Возможно, если бы он отказался признать разделы государства Он стал бы героем, королем-мучеником Но история не любит сослагательного наклонения Он вошел в историю как последний монарх Интеллектуал эпохи просвещения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова